запуску нашего нового уникального продукта протянула и наша трансляция называется кодовое слово протянул и это не случайно потому что это мировое открытие это уникальная разработка аналогов которые нет ни в одной компании мира и мы по праву с вами должны гордиться что в компании эйван есть потрясающий новый продукт протянул и сегодняшняя трансляция сегодня самая первая трансляция потому что совсем скоро у нас официальный старт продаж и эту особую трансляцию мы делаем для вас для нашей особенной элитарной аудитории и для вас впервые сегодня будут все знания все открытия мастер-классы о нашем новом продукте и я с огромным удовольствием приветствую вас нашу особую аудиторию наши дорогие территориальные дивизионные менеджеры наши тренеры наши бизнес партнеры руководители центров эйван и все номинанты на новый состав элит клуба эта трансляция закрыта и она только для вас потому что сегодня вы получите уникальные знания из первых уст наших экспертов о том в чем же секрет протянула вы узнаете также секрет как продвигать этот продукт в социальных сетях мы с вами знаем что это сейчас очень мощный инструмент для продвижения и продажи наши нашего продукта вы сегодня узнаете о том как проводить идеальный мастер-класс и об этом вам расскажут наши бьюти тренеры также вы все получили от нас вот такой бьюти бокс и это тоже эксклюзивно только для вас потому что мы хотим чтобы при помощи вот такого красивого бьюти бокса правильного оборудования правильных знаний вынесли нашим представителям и нашим клиентам красоту и молодость и правильное обучение об этом продукте и это очень важно я уверена что многие из вас уже попробовали протянул а если вы еще этого не сделали то начинайте прямо сейчас вы знаете я вам хочу сказать что я просто влюблена в этот продукт и я его попробовала уже в январе и вы знаете чудеса начались где-то на третий четвертый день когда я стала встречаться там своими друзьями коллегами они стали меня спрашивать аня что почему ты так хорошо выглядишь ты наверное делаешь какие-то уколы красоты или что-то какие-то специальные процедуры я говорю нет ребята это мировое открытие это наш протянул и наверное самые большие комплименты я стала получать от своего мужа который мне говорил слушай ты много работаешь ты устаешь но ты вся светишься изнутри ты потрясающе молода выглядишь и вы знаете наверно даже изнутри я стала чувствовать насколько моложе я становлюсь не только внешне но и внутренне с нашим уникальным новым продуктом протянулом я хочу пожелать вам всем ощущать такой же потрясающий эффект рассказывать о нем нашим представителям нашим бизнес партнерам нашим клиентам потому что этот продукт гордость портфеля компании эйвен это поистине мировое открытие и сегодня во время нашей бьюти студии вы услышите очень много про него пишите в чат вопросы общайтесь с нашими экспертами и с нашими бьюти тренерами потому что это первая эксклюзивная трансляция для вас но что мы начинаем удачи и и Продолжение следует... Я Яна Зубцова, главный редактор сайта beautyinsider.ru Здравствуйте, меня зовут Светлана Ковалёва, я врач-драматолог и эксперт по уходу за кожей компании Avon. Мы очень рады, что мы сегодня с вами встречаемся хотя бы в эфире. Это правда. Ещё мы со Светой были рады съездить в Америку, в Нью-Йорк, в самое сердце лаборатории Avon. И узнать первыми об этом прекрасном запуске, о протиноле. Когда мы потом со Светой общались, я просто, Свет, была восхищена, я тебе тогда говорила, насколько всю ту научную информацию про кислоты, аминокислоты, химическую и так далее, ты усвоила, переварила и рассказала мне очень подробно. Без тебя бы я это всё не поняла. Если можешь, повтори, пожалуйста, примерно то же самое сейчас для наших слушателей. Конечно, с удовольствием. Вообще протинол появился очень вовремя. Он мало того, что уникальный, он ещё очень нужен и актуален. Начну рассказ с того, что мы все наверняка знаем, что самая упругая, самая красивая кожа, это кожа малыша, кожа младенца. Бабий's skin is the most coveted skin the world over. Bouncy to the touch, plump, kissable, it's skin and it's... Вообще коллаген имеет огромное значение в нашей коже. Его практически 80% в коже. И есть коллаген разного типа. Вообще в организме много разных коллагенов. Но для кожи очень важным является коллаген первого и третьего типа. Его ещё называют базовый и детский коллаген. И вот с возрастом мы этот коллаген начинаем потихонечку терять. После 25 лет эта катастрофа начинается. Причём учёными установлено, что в год мы теряем приблизительно 1% коллагена. Отсюда ответ на вопрос, почему к 40 годам у нас появляются морщины, а после 40 начинает меняться овал лица. В общем, падает упругость, и всё происходит не очень красивое с нашей кожей. Вот. Что там с коллагенами, как происходит в коже? Вот этот самый первый коллаген, который является базовым. Это длинные цепи, такие длинные волокна коллагена, волокна, прошу прощения, длинные волокна коллагена, которые находятся в глубине кожи. Более близко к поверхности находится базовый коллаген, уже в меньшем количестве, там находится детский коллаген. И он составляет каркас. На этот каркас опираются молекулы базового коллагена, и отсюда вот такая потрясающая упругость. С возрастом, как мы уже говорили, коллагена становится всё меньше и меньше. Какого? Первого и третьего тоже становится меньше. Но ужас в том, что третьего и так было мало. И когда мы его хоть немножко теряем, мы теряем каркас, на который нужно опираться. Вот представьте себе строение матраса. Очень, может, некорректное сравнение кожи с матрасом, но наглядное. Идеальный матрас – это не матрас только из латекса, или только из койры, или только из пружин. Идеальный матрас – это сочетание пружин, которое каждая в своей ячейке, ещё кокосовая койра, и ещё и латекс. И вот если одного из этих элементов становится меньше, то весь, собственно говоря, матрас, как и наша кожа, начинает подвергаться деформации. Что восстанавливать? Обычные классические антивозрастные средства восстанавливают базовый коллаген-1. Ну, восстановили они эти пружины, скажем так. Но если они не покрыты латексом, если они не опираются на койру, это будет временный эффект. Вот как работают классические антивозрастные средства, например, содержащие ретинол. Они восстанавливают базовый коллаген. Но не имея опоры на каркас, этот базовый коллаген ненадолго нас радует. Поэтому приходится всё время возвращаться, постоянно пользоваться средствами с ретинолом. А ретинол, как мы знаем, достаточно агрессивен по отношению к коже, слишком много им пользоваться нельзя. И в этом, собственно говоря, уникальность. Протенола в том, что это первая в мире аминокислота, синтезированная в лаборатории, то есть искусственно созданная, которая активизирует выработку качества и количества вот этого самого детского коллагена. И это очень важный момент. То есть восстанавливается сам каркас, на который уже есть чему опираться. То есть не просто разрозненные пружинки, шматочки, значит, койры, а всё это сложная конструкция, цельная, которая есть на что опираться. Вообще, как уникально работает сам протенол, что из себя представляет? Вообще, кстати сказать, есть такое название протенол у одного лекарственного препарата. Ну, так совпало. Но это совсем не то. Совсем не имеет к нам отношения никакого. У нас такое коммерческое название протенол. И в составе раствора не только волшебная аминокислота, о которой мы говорим, но есть ещё другие ингредиенты. Но самый главный, конечно, составляющий успеха – это вот этот самый ингредиент, который аминокислота. У неё сложное название у аминокислоты. Вот. Теозолил-аланин, но это совершенно не нужно запоминать. Вот. Есть аминокислота, синтезированная, искусственно созданная, поэтому про неё пока очень мало информации на каких-то вот обывательских сайтах, только научная информация. Это аминокислота – основное действующее вещество вот этой самой нашей сыворотки протенол. Что она действует, делает аминокислота? Она активизирует определённый фермент, определённую разновидность оксидазы, а этот фермент, в свою очередь, мгновенно заставляет коллаген, ну и эластин в том числе, создавать трёхмерную такую пространственную молекулу. Поэтому эффект мы видим очень быстро. Мы не вырабатываем под воздействием этой аминокислоты коллаген, да, или эластин. Он уже у нас есть. Мы в течение всей жизни его вырабатываем. Только он у нас с возрастом плохого качества вот такой вот лежит и не знает, что ему, собственно говоря, делать. А приходит аминокислота, активирует фермент. И строит его прямо. Активирует фермент. А фермент уже начинает строить. Говорит, так, быстренько все построили каркас, встали в плотные ряды, и тут же восстанавливается этот каркас. Почему эффект очень быстро мы наблюдаем с вами. Но прелесть еще в том, что вот эта аминокислота, тиазолилаланин, она не только активирует трехмерные вот эти вот пространственные формулы из волокон коллагена и эластина. Она еще подавляет выработку кальциневрина. А это значит, что у нас уменьшается воспаление в коже. А воспалительный процесс – это основа старения из-за стрессов, из-за всяких переживаний, атмосферных явлений, всего прочего. Еще эта аминокислота стимулирует выработку бета-эндорфина. Можно сказать, что она вырабатывает радость в нас, но абсолютно законными способами. Легальными. Легальными способами. Она еще стимулирует специфический нейропептид, который является вазодилетатором. То есть, если четко говорить, то воздействует на кровоснабжение кожи. То есть улучшается вообще качество кожи. Поэтому есть смысл использовать протенол не только тогда, когда с овалом лица совсем все не очень хорошо. Но и тогда, когда просто мы подвергаемся жизни, не знаю, в мегаполисе, скажем. Просто наша кожа нуждается в уходе. И еще тоже немаловажный момент. Эта самая аминокислота, теазолилаланин, она повышает активность работы вообще любого другого косметического продукта. Поэтому прекрасно сочетается с любой косметикой. То есть крем станет работать лучше? Лучше. Любой крем, который я наношу после него? Да. Поэтому сыворотка на чистую кожу под любой крем будет повышать эффективность и косметического продукта, крема, который потом идет, и сама будет прекрасно работать в коже. Классно. Это все звучит теперь гораздо понятнее и вдохновляюще. Но я по своему опыту знаю, что сколько бы мы не рассказывали о составе средства и его обещаниях, у читателей всегда возникает вопрос. Ну а вы-то пробовали? И что? И как? Расскажи, покажи. Вот я первый раз попробовала это средство в той же самой поездке, и это был реально для меня вау-эффект. Очень кстати, перед мероприятиями. Особенно после самолета. Да, и джетлайк никто не заметил вообще. Но я знаю, что ты пробовала и раньше, поэтому у тебя впечатлений больше и подробнее. Больше. Я уже пробовала три курса, скажем так, протянула. Первый раз я попробовала до еще нашей поездки, не очень хорошо понимая, что там и как, но с таким, знаешь, легким недоверием, как драматолог, который много уже чего видел на своем веку. Ну и серии «Что это за зверь такой в ампулах? Ну-ка удиви меня». А они уже были в ампулах? Они уже были в ампулах, да, всегда. Во всяком случае, мне они достались в таком виде. Из серии «Ну-ка удиви меня, что это такое». Ну и удивление действительно ждало меня на следующий день, потому что я в первый раз использовала вечером, на ночь. Утром, что я отметила совершенно точно. У меня есть такая проблема, которая касается всех дам 55+, это заломы от подушки или так называемые морщины сна. Это когда подушка к тебе отпечаталась, и потом никак не хочет щека на место вставать. Так вот эти заломы были менее выраженными. Не то, что они исчезли, но они были явно менее выраженными. Потому что я с людьми на одной и той же стороне и чётко знаю, где эти заломы у меня бывают. Они были менее выраженными. Потом где-то на третий день пришло новое впечатление приятное. Поры реально стали меньше, цвет лица стал другой. Почему поры меньше? Потому что вообще с возрастом старше 30 поры широкие – это проблема обезвоженности. Так вот, эта проблема была решена. Кожа не обезвоженная. Хотя не пью я эти 5 литров жидкости, которые мне при моём весе положены. Потом где-то, наверное, на пятый день были такие, знаете, ну, не то чтобы удивление, но неприятный момент стала сыворотка не полностью впитываться в кожу. То есть до этого всё было нормально? Абсолютно. Она тут же вся провалилась в кожу. А тут такое впечатление, что она не хочет внутрь туда входить. И тут я поняла, что поскольку сыворотка стимулирует и обновление эпидермиса, это значит, что нужно подключить какие-то продукты… Волиант, скраб. Да, глубокого очищения, точно. И я на следующий день утром стала использовать Нью скраб очищения. Абсолютно другой эффект. Тут же сыворотка очень хорошо поглощается. Я тогда решила эксперимент свой разнообразить. Добавить ещё одну ампулу, вне тех семи, которые положено делать, ещё одну утром. Специально, чтобы посмотреть, а как кожа реагирует, когда утром наносишь протенол. Так вот, утреннее нанесение протенола меня приятно порадовало тем, что макияж, который потом в моих, в общем, не таких, не визажистских руках, не умелых, ложится не всегда очень хорошо. В морщинах начинает подчёркивать их, тональный крем ложится. Тут идеально ложится ровным слоем тональный крем, что тоже очень, в общем, приятно, немаловажно. И к последнему дню использования однозначно можно было говорить о том, что и макияж, может быть, и нет смысла наносить, потому что кожа чувствует себя очень хорошо. Меня удивило вот в седьмой день использования, когда я сняла макияж, но он такой не какой-то у меня там выраженный прям, ну, лёгкий тональный крем. Обычный, базовый. Да, лёгкий тональный крем. И вот я его убираю в этим ватным диском с мицеллярной водой и понимаю, что кожа не такая, как она бывает всегда вечером. Землистая, усталая, за целый день где-то вот в помещениях с отопительными осветительными приборами, а кожа такая, как она бывает утром. Отдохнувшая, свеженькая такая, хорошенькая. И это, в общем-то, удивительно. Возникает вопрос, есть ли смысл тогда каждый день использовать протинол? В принципе, я так поняла, пройдя три курса, что достаточно вот этих семи дней в месяц. Но если уж прям очень хочется, можно добавлять периодически одну ампулу, или если уж прям очень хочется, можно, конечно, и каждый день. Хуже от этого не будет, но вполне достаточно даже в моём возрасте использовать раз в месяц вот этот курс из семи ампул. Вполне. Здорово. Так вот они работают, собственно говоря. А почему ампулы? Как ты думаешь, с чем связаны? Потому что, по идее, это же по факту сыворотка. Да. И, ну, как бы привычнее, это была бы обычная флакон, баночка. Мы все знаем, что сыворотки должны быть в баночках. Но тут дело в том, что в любом флаконе с дозатором, какой бы он ни был там, аэрлес, всё равно есть риск ретроградной контоминации микроорганизмов, как говорят в науке, есть риск, что бактерии попадут обратно во флакон вместе с воздухом. Чтобы этого не случалось, в косметику добавляют консерванты, всякие различные эмульгаторы, чтобы сохранялся её вот красивый такой сбалансированный состав. А тут нужно было сделать так, чтобы максимальное количество основного ингредиента входило в состав. И подумали, нужно убрать лишние консерванты, эмульгаторы, сделать такую уни-дозу на один раз. Вскрыл, нанёс, нет никакого риска, что это испортится, потому что это сразу использовал. Можно делать какие-то маленькие баночки, плоские пакетики какие-то выпускать, но в медицине уже есть чудесная совершенно упаковка, проверенная столетиями. Ну, если не столетиями, я, наверное, соврала, ну, лет 100 точно используются ампулы. Поэтому есть такой. Единственный момент. Ампула всё-таки из стекла, поэтому это травматичный материал. Особенно в ванной. Да, это в ванной опасно, плюс это для природы тоже небезопасно, небезвредно, как и для человека, потому что стекло разлагается тысячелетиями там. И поэтому выбрали специальный полимер, который из вторичного переработанного материала и сам подвергается переработке. Поэтому легко, совершенно это можно с обычным мусором выбрасывать и не беспокоиться, с пластиком, с тем же самым. Что с этой ампулой нужно сделать? Так же, как в медицине в ампуле. Сначала стряхиваем жидкость, чтобы она из верхней части вниз утекла, а потом легко совершенно вскрываем, просто абсолютно без всяких усилий. И так же легко это всё выделяем на ладошку. Вытекает продукт. Он немного липким кажется поначалу, но это только вот на первые ощущения. Идеально впитывается в кожу. И если мы добавим ещё массаж, но не классический, который поглаживание, потому что это не крем, по нему погладить нельзя, а это будет массаж с таким вот, либо подхлёстыванием, либо вот такой, да, вакуумный такой, прислонили, чпок, вот так отчпок, прекрасно совершенно впитывается. То есть ампульная упаковка получается для того, чтобы можно было осуществить девиз. Открыл, налил, намазал и наслаждайся. Прекрасная программа. Вот. А у меня другой вопрос, Яна. Как вы уже все знаете, да, мы с Яной были в самом научном сердце, в научно-исследовательском институте Эйвен в Саферне в Нью-Йорке. И я понимаю, что ты не впервые была в какой-то лаборатории научной, не впервые посещала производство. Но вот что тебя, надеюсь, приятно поразило именно вот в центре Эйвен? Ну ты права, действительно, довольно часто компании косметически устраивают подобные туры для бьюти-журналистов и блогеров, потому что привезти в лабораторию – это самый прямой способ доказать, что у вас все по-серьезки. Вот у нас есть пробирки, вот у нас есть ученые, вот посмотрите, так мы тестируем, а вот тут у нас практически кухонные комбайны. Я была потрясена, что на самом деле кухня в доме и кухня на производстве, ученых химиков, очень похожи. Те же миксеры, мешалки, добивки какие-то, прямо думаешь, а сейчас салатик бы тут заделать. Но чем отличается в этом смысле научно-исследовательский центр Эйвен? Во-первых, своими масштабами. Я не предполагала, то есть лаборатория не обязательно должна занимать три огромных помещения, несколько многоэтажных домов. Лаборатория иногда располагается просто вот в той же комнате, размером, в которой мы с тобой сейчас находимся. Да, потому что есть лаборатории, которые просто покупают форму у кого-то и удачно их используют. В этом ничего нет плохого, но это нет своего научно-производственного потенциала. Совершенно верно. А здесь ты понимаешь, что все происходит то, что называется in-house, здесь в доме у Эйвен. И они отвечают за продукт от момента мысли о том, что хорошо бы это сделать, до финальной реализации. Все делается здесь. То, что называется полностью экспертиза. Это цикл такой, да. Компания. И причем и научные исследования. Все. Есть еще, заказывают специально независимые подтверждающие, да, потом исследования, конечно. А так все, да. То есть вот этот масштаб, он меня реально впечатлил. А если чуть-чуть погрузиться в детали, то было, пожалуй, три таких момента, которые мне запомнились, о которых я хочу потом еще и написать у нас на портале, потому что это интересно. Нас повели в лаборатории, как ты помнишь. И в том числе в лаборатории, где проводятся эксперименты на коже. Надо отметить, что компания же не исследует, не тестирует на животных. Не тестирует на животных. Да. Эйвен ничего не тестирует на животных. Очень этим гордится. Правильно делает. Но на ком-то надо тестировать все равно. Хорошо, если не кролики, то кто? Да, то кто? Понятно, для этого используется искусственная кожа. Она используется не только у Эйвен. Все технические компании серьезные занимаются, имеют такую выращенную кусочек, лоскуточек кожи. Он плавает в такой тарелочке, она по-научному называется чашка Петри. Живет себе там и на ней проводятся все эксперименты. Здесь точно так же это происходит. Но у меня всегда был вопрос, что моя кожа, она не существует отдельно от меня, от моих привычек, не всегда полезных, от моей жажды загорать летом, от неправильно съеденного вчера ужина, плотного слишком. И любви к бокалу вина, например. Не без этого. Не без этого. Короче говоря, моя кожа живет во мне, на мне. И то, как на нее воздействует какой-то продукт, зависит от того, как я себя веду, грубо говоря. Конечно. А сколько мы на солнце были с тобой? Конечно. Пилили мы воду. Поэтому не может быть одна искусственная кожа, такая же, как у тебя, у меня или как у кого-то еще. Держать ответ за всех. Как же тогда проводятся эти эксперименты? Так вот, меня удивило, что оказывается в этой лаборатории эту искусственную кожу можно погрузить в аппарат и спроецировать на ней, как она бы себя чувствовала, если бы человек типа меня две недели лежал в Греции на солнце. А как она себя чувствует, если человек типа меня живет в мегаполисе и целый день, например, зачем-то ходит по улицам. Да, и на себя принимает охлопные газы. И на себя принимает охлопные газы и все загрязнения. И так далее. То есть есть аппараты, позволяющие сымитировать состояние живой кожи, живого организма. В условиях какой-то конкретной среды. Совершенно верно. Это интересно. Второй момент, который меня удивил. Не то, что даже удивил, а просто он очень был наглядный. Про то, он касается того, как ведется наблюдение за фибробластами, клетками кожи. Они вводятся в таких баночках, контейнерах, похожих на контейнеры для завтраков. Да, или еще для трансплантации органов. Да, да, да. Тоже используется контейнер. Нормальному человеку проще световую. Да, про еду сказать. Про еду. Вот. И когда ты помещаешь этот контейнер под микроскоп, то на экране, на мониторе компьютера, ты видишь эти фибробласты. Как они выглядят? Сколько их? Как они шевелятся? Как они с собой взаимодействуют? То есть такой прям как бы фильм из жизни фибробластов. Говоришь, привет, Вася, ты фибробласт, а я, Яна, вот и поговорили. И, соответственно, когда компания говорит о том, что увеличивается количество фибробластов в коже, или увеличивается их активность, или как-то становится их больше, вот они. Это не просто слова. Их взяли и посчитали. Вчера их было 5, и они были себе в спячке. А через 2 месяца, посмотрите, их стало 50. И какие-то они бодренькие. То есть насколько это наглядно. Это очень здорово. И третий момент, который мне показался удивительным, наверное, тоже профессионально, это момент с фотографиями волонтеров до и после. Потому что помимо экспериментов на коже, ну, на искусственной, естественно, после того, как убеждаются в безопасности продукта, нужно это проверить на живом же человеке. То есть когда уже доказано, что они безвредны, безопасны, что они действительно работают, но уже подтвердить. Совершенно верно. И вот эти фотографии до и после. Это любимый жанр Инстаграма, многих сетевых ресурсов, потому что все любят смотреть. Вот было ужасно, а стало хорошо. Вот до макияжа девушка, вот после макияжа. Вот она с... С плохим освещением, вот она с хорошим освещением. На все это люди любят смотреть, но как журналист я знаю, сколько там всегда лукавства. Ну да, ухищрения много. Сколько там всегда фотошопа. И это миллион и тысяча один способ, как можно из одного и того же человека сделать красавицу и чудовище. С разницей в одну секунду. Абсолютно. В умелых руках. Вот. Но те фотографии, которые мы видели в лабораториях Эйвона, они ничего общего с вот этим лукавством не имеют. Это абсолютно научные фотографии, на которые опираются, собственно, производители, когда выводят продукт. Производители еще опираются, помимо прочего, на эти фотографии, когда на патент подают заявление, потому что ты без таких научных подтверждений... Не получишь. Фотографии делаются в специальных таких тисках, где ты лицом никуда не двинешь, специально за фиксированным освещением, всегда одном и том же. Да. И вот когда ты это видишь, ты видишь, например, женщину, не знаю, сорока лет с неидеальной кожей, с некоторыми морщинами, с некоторой пигментацией и так далее. Со всеми сопутствующими товарами. Ее особенности, назовем так. Ничего в этом плохого нет. И спустя ту же женщину, в том же ракурсе, в том же освещении, спустя два месяца, например, и ты видишь, что там, где пигментное пятно было, например, коричневым, оно не исчезло совсем. Это не мэджик, это не чудо и это не ластик. Но оно стало светлее и незаметнее. Или морщину, например, ты видел невооруженным глазом с расстояния 3 метра, глядя на эту фотографию. А на следующий тебе нужно подойти ближе. Она там есть, она угадывается. Но ее степень выраженности меньше. Меня потрясла в этом смысле и эффективность, и честность этих исследований. Я еще знаю, что ты брала интервью, тебе посчастливилось пообщаться с Энтони Гонзалесом. И вроде бы даже не первый раз ты с ним общалась. Что интересного ты вынесла из общения с ним? Ну, действительно, Энтони, он прямо мой кумир. Первый раз мы с ним познакомились, когда он приезжал в Москву на запуск двусторонней сыворотки с ретинолом. И за полчаса, вот просто как академик трехлетнему ребенку, простыми словами на пальцах объяснил, почему здесь такой эффект, как этим надо пользоваться, и за счет чего средство работает. И я поняла, что только на самом деле крутой профессионал может так просто, быстро и наглядно объяснить то, за чем стоит многолетняя работа. Просто я сейчас не вспомню, сколько потребовалось на создание той сыворотки. Но тоже, по-моему, более пяти лет работали. Что-то такое, да. Но вот на создание протинола, собственно говоря, ушло 10 лет. И я его спрашивала, а, собственно, чем тут можно было заниматься так долго? Какая-то одна минокислота, причем синтезированная. Что тут вы 10 лет-то делали вообще? Вот именно, ребят, да. Вот. И он нам точно так же честно и понятно объяснил, что все это время, по факту, было посвящено тому, чтобы найти безопасный ингредиент, эффективный, который бы работал так же, как ретинол, но не давал побочных эффектов. Да. И поскольку с ретинолом Эйвен работает давно, знают все его плюсы, знают все его и минусы. Минусы, да. Да. То нужно было убедиться, что есть средства, пускай там совсем другой механизм. Надо понимать, что механизм уже здесь... Совершенно другой, да. С ретинолом никак. Мы просто сравниваем его с ретинолом потому, что ретинол является стандартным образцом. Золотым. Да. Золотым стандартом антиэйдж-действия. Вот. И вот, собственно говоря, вот этим, то компания и занималась. И сбором научно-доказательной экспертизы, базы и так далее. Я как-то читала описание патента. Вот знаете, да, что 18 патентов в мире. Вот я читала описание патента, не будучи, конечно, химиком, но как дерматолог, названия-то я всякие знаю. Вот там более 100 этапов превращения аминокислоты одной в аминокислоту другую, чтобы создать вот эту терапевтическую синтезированную аминокислоту, где я залил аланин, нужно было проделать сотни различных этапов преобразования. Добавили это вещество к этому веществу, изменили вот такие связи сяки, и всё это делается. На каком-то из этапов возникает невозможность продолжать. Всё опять по-новой начинает. То есть это очень длительное исследование, и всё это вот с такой микроскопической аминокислотой. Да, и к тому же это ещё и в тренде. Да. Я знаю, Ян, что ты очень много пишешь. Я вообще давний подписчик твоего портала, Beauty Insider, такой прям поклонник. Читаю очень много. При всём том, что я там драматолог-косметолог, я узнаю очень много интересного и нового. И знаю, что через твои руки проходит очень много бьюти-новинок, о которых ты пишешь, которые ты пробуешь, и на себе, и на своих коллегах. Это всегда самый ценный отзыв, который у вас бывает. Что необычного именно вот в запуске протенола ты видишь? Вот чем он такой весь из себя своеобразный, настоящий, особенный какой-то? Ну, именно потому, что он очень хорошо уживается, вписывается, что ли, в современную жизнь, в современные тренды. Начиная с вот этой упаковки, ампулы, о которых мы говорили, это настолько отвечает тенденции тому, как живут сегодняшние женщины, на бегу, постоянно перемещаясь. Сегодня она может быть в Москве, завтра она может улететь в Хабаровск в командировку, послезавтра на уикенд поехать, не знаю, или в Париж, или в деревню. А потом вспомнить, что надо навестить маму и заночевать у них. Совершенно верно. И всегда в таких перемещениях ты смотришь на свои огромные, они не огромные, 30, 50, 100 мл баночки с средствами, кремами, сыворотками и так далее, и думаешь, боже мой, как я все это с собой, на себе и так далее. Куда бы отлить немножечко, чтобы с собой делать. Другое дело ампула. Ты четко знаешь, ты поехал на уикенд, у тебя есть три дня, ты берешь с собой три ампулы, которые весят примерно ничего, и у тебя проблема решена. Хотя бы с одним средством. Да. Ну то есть добавить просто какой-то крем еще, который бывает в миниатюре, скажем. Совершенно верно. И все уже минимизировано. Это облегчает тебе жизнь в прямом и переносном смысле. То есть ты живешь без лишних двух-трех килограмм. Это во-первых. Второй момент, да, который интересен здесь, это то, что индустрия постепенно отходит от понятия борьбы. Вот мы боролись с несовершенствами, с морщинами. В общем, кто кого. Стали говорить уже не антиэйдж, а проэйдж. То есть сделать так, чтобы в любом возрасте нам было комфортно с нашей кожей. Вот это средство, оно действительно возвращает молодость к коже. Она начинает... Вы будете по-другому выглядеть, но это не инструмент борьбы. Это не автомат, не лопата. Это концепция здесь. Ты прекрасна, а с этим средством будешь еще прекраснее. А не то, что все ужасно, и только вот оно тебя спасет. Мой вариант, но только лучше. Да, да, да. Вот, пожалуй, вот эти два момента. Как бы выделяют и вписывают этот запуск в главные бьюти-тренды индустрии. И что мне очень кажется важным, сейчас подрастает поколение, которое очень хочет ухаживать за кожей. И вот эта истерия иногда в дерматологии встречается. В 20-25 лет, что мне уколоть, я не хочу. Да, да, да. Ой, я так боюсь, что в 50 у меня будут морщины. Вот вам идеальный продукт. Сделать так, чтобы ваша кожа как можно дольше сохраняла чудесное качество. Согласен. Чтобы потом в 50 не бегать и не кусать локти в поисках какого-то средства макрополоса, или каких-то инъекций, которых не существует. Лучше всё делать профилактически. Поэтому можно сказать, что это средство не обязательно после 40. Это средство вообще, в принципе, с 20, как мы начинаем стареть, увы, так это средство нам к месту. Тем более помним о том, что оно не только улучшает качество коллагена, базового и, самое главное, детского коллагена, но и вообще улучшает качество кожи противовоспалительным действием, ранозаживляющим, кстати, тоже действием обладает. Огромным количеством. Вообще у тебя зарила лаланина, большое будущее, и в медицине вообще. Идёт даже речь о том, что его может быть возможно использовать в лечении дерматитов различных. Но не сыворотку всю нашу, а вот только ту аминокислоту, которая синтезирована. И ещё мне нравится, что тут есть вот этот вау-эффект. То есть, да, Свет, ты говоришь о использовании в течение недели, раз в месяц. А ты же не знаешь... Когда и где застанет тебя судьба, и где ты захочешь блеснуть своей красотой. Я бы сказала, как закончится вечер. Да, и как закончится вечер. Вот. Поэтому вот такую ампулу я всегда ношу теперь просто в своей сумке. Ну, это очень просто. Снял макияж... Ну, потому что маска требует всё-таки времени, уединения. Сидишь тут с этой маской, надо где-то спрятаться с ней. А тут ты незаметным движением раз... И этот вау-эффект, он ощущается сразу. Вот это реально. Кожа преображается. Потом на неё прекрасно наносится макияж, и, в общем, ты вдалеку. Причём в каждом возрасте. В 20-25 ты увидишь освежение цвета, да, и увлажнённость. А в 50, скажем, оценишь ситуацию, когда меняется вот упругость и гладкость кожи. Это тоже важный момент. Да, я надеюсь, что мы рассказали как можно проще за минимум времени. Теперь мы с удовольствием, наверное, ответим на вопросы, которые нам поступят. Я так понимаю, что у тебя там в планшете есть вопросы. Вот вопрос нам обеим. Я поняла, что курс 7 дней на месяц. А сколько месяцев повторять? А всё зависит от того, насколько проблематично состояние с кожей. Вот я поняла, что мне нужно каждый месяц по 7 дней и так до тех пор, пока компания Эйвен не придумает что-нибудь новое, оригинальное, или, например, вообще появятся таблетки красоты. Проглотил и думаешь, о, это был крем от морщин. Поэтому я думаю так. Ну и добавлять по мере необходимости. Ну вот, как Яна и говорила, какое-то вечернее мероприятие за целый день кожа устала, или хочется идеального макияжа, или хочется на фотографии выглядеть естественно, без макияжа, но такой свеженькой и бодренькой. Но нет никаких чётких каких-то рекомендаций. Я думаю, что если пытаться делать чёткую рекомендацию, то, скорее всего, так. В 20-35 можно придерживаться так. Три месяца делаем курс, три месяца перерыв. Три месяца делаем курс, а курс, как вы помните, это одна неделя в течение месяца. Три месяца перерыв. Лет с 35, наверное, есть смысл постоянно использовать каждый месяц вот этот вот недельный курс. А в более старшем возрасте добавляйте по мере желания и необходимости. Хоть каждый день. 365, а в этом году и 366, как я понимаю, дней в году протянул. Ну, по факту, это же сыворотка. Если мы сывороткой пользуемся каждый день, то... Почему бы и нет? Тем более, что она не вызывает какого-то привыкания, она не нарушает механизмы жизнедеятельности кожи. То есть она ни в коей мере не опасна для использования. Тут есть еще один интересный вопрос. Можно ли использовать для чувствительной кожи с розацией? Ну, то, что касается розации, как дерматолог, скажу, это дерматит очень серьезный. Это нужна консультация дерматолога Тет-А-Тет, подбор лекарственных препаратов. И поэтому протянул не может никоим образом быть лекарственным средством для лечения розации. Но если розовые угри, розация находятся в компенсированном состоянии, то есть это длительная ремиссия. Не обострение. Для тех, кто болеет, тот понимает, что такое фраза длительная ремиссия. Вот в длительной ремиссии человеку нужны средства для поддержания здорового образа жизни кожи. Для поддержания нужны деликатное очищение, деликатное увлажнение и солнцезащитный продукт в обязательном порядке при розации. Это может быть базой под солнцезащитный продукт. Вот, кстати, еще один вопрос, и тоже тебе. Не увеличивает ли протенол фоточувствительность к солнцу? Ни в коей мере. Ни в коей мере вообще он к фоточувствительности не имеет отношения. Мало того, мы говорили, у него есть противовоспалительное действие. То есть кожа лучше обороняется. Она лучше защищает себя от ультрафиолета и легче восстанавливает свои силы. Поэтому я бы посоветовала, например, такой курс протенола увеличить тогда не недельный, а сделать его больше, если вы едете на агрессивное солнце. Например, экскурсии предстоят где-нибудь там вблизи экватора, да, и вы днем будете выходить на солнце. Ну, вынуждены быть. Коронавирус, я думаю, скоро пойдет на спад, и мы начнем путешествовать по всему миру, не задумываясь. Или вы на Средиземное море поехали, днем будете там, не знаю, серфингом заниматься. Я бы тогда сделал так. Неделю до поездки, все время в поездке и неделю после поездки. Для того, чтобы, с одной стороны, подготовить кожу, и загар будет лучше ложиться. Он будет сублимированный. В течение всего отдыха, для того, чтобы там не было никаких повреждений, минимизировать косметичку, как мы говорили, а по окончании отдыха, чтобы восстановить свои силы кожа могла. То есть никакого повреждения на солнце, никакой фоточувствительности протенол в себе не несет. Мало того, он даже более полезен в тот момент, когда есть агрессия какая-то со стороны климата. Еще новый вопрос. Можно ли использовать протенол в комплекте со средствами другой марки, другой фирмы? Теоретически, да, конечно. Он совершенно не противопоказан для использования с любой другой косметикой. Другое дело, что, ну, как-то странно, что если вы, являясь бизнес-партнером компании Avon, как-то не уследили тот момент, что ваш пользователь, ваш клиент использует какую-то другую косметику. Ну, это уже вопрос бизнеса. А так, на самом деле, прекрасно сочетается с любой косметикой. Единственное, всегда помните, косметика должна философски совпадать, потому что есть бренды, которые используют, например, только эфирные масла или используют только соли мертвого моря. Старайтесь тогда такую экзотическую косметику оставлять замкнутую на саму себя. А с классическими вариантами, пожалуйста, ну, как примеры могу вам привести в аптечном ассортименте, там, не знаю, Ля Рош-Позе косметика, в профессиональном, там, в Институте СТДР, там, филарга какая-то. Да ради бога, пожалуйста. У меня по этому вопросу есть такой ответ, потому что нас тоже часто спрашивают, часто усматривают, не маркетинг ли это, когда говорят, что к нашему крему возьмите еще нашу сыворотку и так далее. Конечно, это может быть и маркетинг. Но тут ученые сейчас считают вот что. Дело в том, что сильно повысилась чувствительность кожи, как феномен вообще, в принципе, что у женщин стала чувствительность кожи. В некоторых городах до 90% людей с чувствительной кожей. Раньше такого не было. Причин к тому масса, но одна из причин, на которые сейчас сходятся дерматологи, это то, что единовременно в течение одного дня, отдельного месяца мы наносим на лицо слишком много разных активных и неактивных химических... До 260 активных ингредиентов мы в сутки наносим себе на лицо. На лицо. Это еще и все эти парфюмерии, укладочные средства. Ну, в общем, так нехило. И когда ты пользуешься продуктами одного бренда, ты, по крайней мере, минимизируешь число, потому что есть некие базовые ингредиенты, которые компания всегда использует в своих средствах. У этих одни от душки, у этих другие, у этих консерванты, этих другие. Да, да. Вот хотя бы минимизировать количество... Ну, вот этих вот... Всего. Балласта. Да, балласта, да. Потому что вот тут компании всегда, как правило, экономят. В том смысле, что если они используют уже, не знаю, силикон такой-то, то они и будут использовать силикон такой-то во всех своих средствах. И это очень здорово, соответственно, во всех средствах этого бренда у вас будет один и тот же силикон. И ваша кожа уже к нему будет воспринимать его благосклонно. Ну, а тут с протенолом история в чём? Да. Тут практически минимизировано количество вот этих вот потенциальных аллергенов, то есть ингредиентов, которые могли бы вызвать раздражение. Да плюс ещё есть воздействие противовоспалительное, успокаивающее. Поэтому протенол, ответ короткий. Можно использовать с любой косметикой, но лучше всё-таки использовать с косметикой этого же производителя, то бишь нашей Эйвен. Вопрос. Можно ли беременным и кормящим мамочкам использовать протенол? Косметика вообще, в принципе, не противопоказана какая-либо для использования во время беременности или кормления. С ретинолом, раз уж мы про него сегодня вспоминали, история такова, что нет подтверждающих чётких исследований, что ретинол как ингредиент не опасен стератогенной точки зрения. А что ты сейчас ретинол говоришь? Я просто напоминаю про ретинол, раз уж мы сегодня с ним сравнивали. Что, мол, вот ретинол, если он внутрь опасен, не опасен ли он на коже и так далее. Мы сегодня говорили о ретиноле рядом с протенолом только потому, что ретинол – это образец антиэйдж-результативности. Протенол, обладая противовоспалительным действием, успокаивающим, как раз, я бы даже сказала, больше подходит в период беременности, чем какая-либо другая косметика. Потому что в период беременности кожа является очень чувствительной. Причём ситуация такая. Сегодня нормально себя реагировала на какой-то прям свой любимый крем, завтра бурные реакции раздражения. Через неделю опять нормально, потому что постоянные скачки гормональные какие-то. В отношении протенола, у меня пока нет использования на ком-то из пациентов в таком приятном состоянии беременности, но теоретически могу сказать, что это будет прекрасная переносимость и лучше, чем какая-то другая сыворотка, это рекомендовать. Никакого влияния общесоматического это не оказывает. Учитывая, что протенол, компания Эйвен подала заявки, получила патент в 18 странах, то исследования не только на эффективность, но и на абсолютную безопасность и безвредность тоже были проведены достаточно. Здесь такой вопрос у нас ко мне. Яна, как вы считаете, как должен выглядеть амбассадор продукта протенол? Такой сложный на самом деле вопрос, потому что, если честно, я не думаю, что амбассадор продукта протенол должен выглядеть как-то иначе, если сравнивать его с любым другим продуктом, средством и так далее. Это, конечно, не случайно, что мы сегодня все в голубеньком, но это исключительно для красоты кадра. Я думаю, что если вы будете предлагать и рассказывать про протенол, а на вас будет красное платье, ничего страшного не произойдет. Поэтому вряд ли я скажу что-то экстраординарное, что-то, что не вписывается в какие-то общие слова. Другое дело, что для меня, например, всегда важно, чтобы человек, когда он мне о чем-то рассказывает, чтобы он это любил. Вот я считаю, что любовь, она влияет на то, как вы выглядите. И, в общем-то, лучше, чем макияж, иногда украшает. И, возможно, даже лучше, чем кремы помогают коже жить. Потому что яркость глаз и искру в них протенол, увы, не зажжет. Я имею в виду сам по себе. А вот если вы попробуете, полюбите и будете предлагать это людям, и будете в том числе любить этих людей и хотеть, чтобы им было лучше. Вот это вопрос... Любить себя, любить то, что ты делаешь, ну и тот продукт, о котором ты сейчас рассказываешь. Да. То есть лучше тут философия, наверное, я прекрасна, мир вокруг меня прекрасен, и я не хочу его обмануть, или я не хочу ему что-то впарить, я не хочу его как-то подставить. Я хочу сделать ему хорошо. Вот попробуйте так выглядеть. Ну вот Яна классический пример. Она любит свою работу, вот, и прекрасно выглядит, когда рассказывает, что ладно. Не буду голубенькой, а буду красненькой. Спасибо. Что у нас тут пришло, говорят, в наше время, говорят, истекло. Ну, мы будем рады ответить на ваши вопросы, которые потом поступят, скажем, в чаты, в WhatsApp, или в каких-то других источниках. Удачи вам, всего самого хорошего. Любите себя, любите свою работу, любите нашу продукцию. Говорят, что много еще вопросов, но мы все их соберем и ответим в чате, потому что просто время ограничено. Спасибо вам большое. Всего хорошего. В Дальнем Востоке. Мы очень рады вас приветствовать на нашей эксклюзивной онлайн-трансляции. И, пожалуй, еще раз представлюсь, хотя мы уже все с вами знакомы. Меня зовут Лилия Светлова, я бьюти-тренинг-менеджер, больше 13 лет в бьюти-индустрии, и уже почти год, как я в Эйвен, чему я безумно рада и горжусь, и делюсь с вами бьюти-культурой каждый день практически. И Маша. Я Маша Далматова, бьюти-тренер категории лицо, волосы и тело. И сегодня мы расскажем вам о том, как же провести крутой, великолепный и, главное, продуктивный мастер-класс с протинолом. Мы буквально с вами сейчас пройдемся пошагово, как же организовать мастер-класс. Что такое мастер-класс? Мастер-класс это... Мастер-класс это...